всем большой привет наступает время когда нужно готовиться к новогодним праздникам мы украшаем свои комнаты дома делаем очень красиво все и я решила сделать очередной веночек чтобы потом повесить его на дверь веночек будет состоять из просто шишек ну возможно какие-то другие еще украшения по ходу дела добавлю за основу веночка я беру вот такой березовый веночек как его делать я подробно рассказывал в одном из моих мастер-классов ссылочку я опубликую вверху и внизу в описании к этому мастер-классу делается он очень просто и быстро кто делал тот знает можете написать в комментариях свои впечатления от того мастер-класса сегодня буду украшать уже шишками шишками обыкновенными меня вот такие шишки собирала еще летом шишки от сосны южной насколько я знаю они не совсем как у нас вот они наши такие длинненькие а эти немножко приплюснутые у меня хорошая знакомая она на даче у нее такая сосна и она от них привезла хотели выбросить я говорю выбрасывать такие вещи нельзя зачем их же можно пустить вход и вот сейчас я с помощью этих шишек буду украшать этот венок венок большой как вы видите где-то сантиметров наверно 30 так сколько больше даже 30 ну примерно 33 так что как раз на дверь повесить будет очень красиво клеить я буду шишки при помощи клеящего пистолета ну а дальше смотрите что получится а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Небольшой совет по ходу дела Если у вас подобный моему термопистолет, у него плохо идет забор этого стерженька Что я делаю? Я беру новый, немножечко его пачкаю вот этим пластиком Вставляю сюда и чтобы он приклеился к предыдущей трубочке Вот так делаю Когда он приклеивается, трубочка идет уже легче Я не знаю, конечно, как они работают все, но может быть такой попался, но вот плохо забирает Вот когда доставляешь следующий, он очень плохо его захватывает А так, получается, они склеенные, и она вот один за другим тащит друг дружку Очень здорово получается Может кому-то совет такой пригодится Шишки я ставлю хаотично, то есть нет никакой конкретной симметрии Специально так делаю Чтобы просто веночек был более натуральный Теперь такой момент Вот смотрите, шишек, как вы видите, идет просто огромное количество Вот у меня вот эта банка была Вот, показываю специально Она была полная, с верхом И венок у меня немаленький Шишек ушло огромное количество Я даже боялась, что мне не хватит Но вот, тем не менее, пока еще есть, все хорошо Но если вам не хватает шишек, что делать? Вы перед тем, как их приклеивать Сначала примерьте То есть разложите их по всему венку Ну, вокруг венка, как бы Вот Если вы видите, что мало То вот эти центральные макушечные элементы Там в хаотичном порядке, разумеется Оставьте свободными На эти места вы можете приклеить потом шарики Шарики, либо какие-то еще игрушечки можно приклеить В общем, по ходу дела можно сориентироваться Потому что я вот не считала, сколько их идет конкретно Но очень много шишек уходит На такой венок Я один раз делала венок И в итоге делала его разукрашенным таким Сразу искрашенных шишек И в итоге мне три раза пришлось докрашивать Подсушивать и приклеивать Потому что просто не хватило Даже не рассчитывал, что так много пойдет Также много идет вот этих палочек пистолетных Вот у меня ушло три длинных сейчас Это уже четвертая или даже, по-моему, пятая Она одна была в пистолете Пятая То есть это также имейте в виду, что если не хватит То надо будет где-то брать Вот такой вот он венок коварный Получается очень красиво, но расходно затратное такое производство получается И по вот этим вот клеющим составом, по шишкам То есть запасаетесь шишками с запасом Если же вы уже почти склеили все, а у вас чуть-чуть не хватает Но вот эти вот шишечки такие По разным сторонам можно просто оторвать И на их место, как я говорила ранее, можно приклеить шарики Небольшие такие шарики обычно бывают Продаются Вот можно их использовать непосредственно добивая вот эти вот пустоты Так, у меня, к счастью моему, хватает шишек Я боялась тоже, что не хватит Но вот хватает Даже немножко осталось И сейчас я вот доклеиваю Вот так Ну, наверное, все Вот у меня вот осталось штук 10, нам 15 На другой веночек пойдут Что нужно сделать теперь? Пистолет нам не нужен, можно выключать уже его Далее, берем какой-то либо пинцет Либо что-то, ну, похожее И нужно вот все вот эти вот нитки, которые получились от пистолета клеющего Убрать, естественно Потому что они некрасиво смотрятся И они совершенно не нужны А нитки эти всегда есть, потому что тянется все-таки это все Обязательно все это собрать очень тщательно И аккуратно И дать полежать венку, ну, где-то с полчасика, наверное, надо Чтобы все конкретно высохло Чтобы нигде ничего не отваливалось Если отваливается, подклеить еще раз Потому что на самом деле такое возможно Вы поднимаете его, у вас что-то отваливаться начинают Ну, вот у меня вроде нормально все Тем не менее, полежать надо После этого уже можно продолжать работу по дальнейшему декорированию Если вы хотите какие-то шишки заменить шариками Спокойно выдираете ее, эту шишку и все То есть продумайте сначала те места, где будут у вас шарики И затем уже можно спокойно все это менять Что я буду делать далее? Ну, далее, как говорится, только от вашей фантазии зависит Я у себя обнаружила вот такую миску с, сами видите, чем Все долго собиралось, не выбрасывалось И вот это сейчас я буду использовать для декорирования дополнительного вот этого венка Можно оставить так, как хотите Это уже ваше усмотрение Я хочу сейчас попробовать приложить вот эти вот всякие орешки То есть сначала раскладываю, пока ничего не приклеиваю И смотрю, что у меня из этого получиться может Если понравится, то буду сейчас приклеивать их То есть обязательно сначала разложите Потому что бывает, что не в том месте приклеится, потом некрасиво и так далее Вот, то есть венок превращается в венок дары природы у меня А мне очень, кстати, сейчас, наверное, понравится это все дело Это у меня каштаны Тоже собирала их И не знала, куда их приспособить А они спокойно сейчас сюда вот у нас и встанут, наверное Так Ай Вот это Каштаны Дальше, что здесь еще есть? Здесь у меня еще есть желуди Желуди, крышечки от желудей вот такие вот хорошие Сейчас мы Просто пока примеряю То есть склеить будем уже потом, когда все будет понятно Так Ну вот, к сожалению, они оторвались от этих штучек Но это все можно, кстати, склеить Вот так вот раз И приклеил уже целиком его Можно и так Так, что тут еще? Какие-то ягодки, смотрю, вот есть Можно эти ягодки куда-то приклеить То есть я пока только раскладываю и смотрю Ну вот как-то так получается Ну и сколько у меня здесь желудей-то Даже не помню, когда он собирался только Но они такие хорошенькие Все, значит, я сейчас украшаю венок вот этими дарами природы То есть нужно просто приклеить их и все И в конце я еще немножко хотела подтонировать его То есть задумка была несколько другая изначально Так Какие-то маленькие шишечки вот еще есть Их тоже можно куда-то приклеить Будет симпатично Ну вот, вот такой получается уже венок Сейчас я все это буду наклеивать уже при помощи пистолета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я все приклеила И вот теперь стою и думаю А стоит ли мне пачкать это все белым В принципе, мне и так нравится Можно оставить и так Но я когда собиралась сделать венок Я хотела сделать шишки с беленьким налетом Сейчас все-таки попробую это сделать Надеюсь, все получится хорошо Но если не получится, значит не получится Тут, как говорится, вариантов много Можете оставлять, как вам нравится Я беру белую акриловую краску Это у меня эмаль акриловая И при помощи губочки Вот так немножечко ее промокаю Много на губку не набирайте И шишки, вот сами шишки Я вот таким образом сейчас попробую обработать Именно шишки На орешки пока не надо Я сейчас посмотрю по ходу дела Что у меня будет получаться Возможно, надо было сначала шишки Вот так вот испачкать А потом уже приклеивать Вот эти все орешки и желуди Ну, как бы тут вариантов много Вот получается вот такая вот Ну, в принципе, тоже ничего Симпатично получается Когда он будет сейчас весь Будет сразу смотреться по-другому То есть глубоко я не стараюсь Залезть в шишки Ну, только краешки самые Может быть даже и орешки стоят Вот так слегка Как будто такой снежок получается на них Тоже, кстати, ничего Вот, только не пачкать А вот именно вот так Промокательными такими движениями Вот получается так Будет более такой зимний венок Припорошенный Только не сильно Главное вот эти орешки Не сильно пробивать мочалкой Чтобы они были все-таки в крапинку слегка Так симпатичнее Краска может быть любая Это просто у меня вот В данном случае эмаль Может обыкновенная акриловая краска Так, а получается симпатично вообще-то Вот здесь главное Не перестараться Я просто по себе знаю Я как начинаю что-то делать У меня бывает иногда перебор Вот этого перебора Здесь запустить никак нельзя Я хотела сюда еще розочки сухие приклеить Но посмотрела И подумала, что это будет лишнее Можно сделать еще один венок И там сделать именно шишки и розочки Будет красиво тоже Розочки в смысле засушенные Если вы собираете Вот, например, от цветов От букетов Маленькие засушенные розочки Вот как раз здесь можно будет использовать Также можно добавить сюда Какие-то искусственные елочные веточки Растения какие-то искусственные Такие небольшие Соответственно Вот на Алиэкспрессе Я знаю, много продается таких Именно вот для декорирования веночков Вот сюда тоже можно все-то добавлять Но, опять же говорю Не старайтесь все это прилепить на один венок Это будет просто перебор А когда перебор, смотрится некрасиво Сами понимаете Ну вот сейчас я вот Вот так вот сделаю В принципе, получается такой Новогодний уже вид Заснеженный Тоже красиво Но можно было оставить и без вот этого белого У нас же идет Я тоже видил Достойные У нас уже modifier Перебор Альхั่ получилась Тоже Суббот Тоже Поех memorable М scarf Под вот обязательно убирайте вот эти вот остатки от пистолета клеящего то но некрасиво они смотрятся ниточки вот эти достать и бывает сложно но тем не менее надо стараться и все убрать тем больше я покрасила и они вот как раз становятся видны попала на них краска ну вот так уже получается есть у меня еще один такой момент который я хотела сейчас добавить вот сейчас посмотрим надо это добавлять или уже хватит сейчас я прям это все буду намечать опять же обязательно примеряете прежде чем приклеивать потому что возможно вам это не нужно вот какой красивый уже вино кстати мне нравится добавила я этого беленького нормально смотрится только главное тут не перестараться конечно опять же с этим беленьким вот так все достаточно и что я хотела сюда добавить еще я хотела добавить вот эти снежинки я покупала в прошлом году на алиэкспрессе они очень хорошенькие они такие беленькие деревянненькие покрашенные очень красиво смотреться должны но сейчас я посмотрю стоит ли сюда клеить надо все это разложить и посмотреть возможно да то есть как-то вот примерять заранее и опять же смотрите за тем чтобы они попадались одинаковые рядом будет просто не интересно как то вот так это все будет принципе их не сильно видно на вот этом вот шишечно ореховом фоне вот так ну добавить их можно будет тоже симпатично то есть при помощи клеящего пистолета можно сейчас их приклеить уже на те места где они примеренные были вот а можно и без них оставить тоже хорошо они не сильно бросаются в глаза эти снежинки ну вот не знаю мне так нравится я просто боюсь переборщить вот я сейчас оставлю все таки без них но вы в комментариях напишите пожалуйста как вот вам нравится не нравится со снежинками хочется мне не со стороны посмотреть потому что вот с одного взгляда тяжеловато глаза примелькивается вот так не я считаю что это будет перебор в общем пишите в комментариях что вы считаете как надо оставлять не надо приклеить никогда не поздно сами понимаете то есть я просто приклею их и все тогда я пока оставляю это все вот так я хотела сделать еще белый бант вот сюда но вот тоже я не уверена что он тут нужен здесь просто нужна хорошая веревочка и этот веночек будет висеть на двери и надо просто закрепить его там при помощи крючочка ли или веревочки сейчас я попробую показать вам сзади вид что получается сзади сзади здесь все хорошо все ровно просто вот какое-то здесь место выбирается и вставляется либо веревочка либо вот такой обыкновенный крючок просто он вот сюда вот зацепляется за эти вот ветки вот так и все а дальше уже вешайте куда вам нужно либо просто веревочку можно пройти продеть сюда то есть тут вариантов много ну мне кажется вот этого уже достаточно мне нравится пишите комментарии нравится вам не нравится а на этом я заканчиваю этот мастер-класс надеюсь что идея вам понятно идея простая и вы сможете сами запросто сделать себе такие же красивые веночки на входную дверь либо просто на дверь в какую-то комнату либо просто вот на столе можно оставить видите на столе оставить здесь какая-то ставится вазочка с цветами возможно либо бутылка шампанского то есть вот вам идея для декора еще одна и будет очень здорово все досмотреться либо свечку вот что еще можно свечку поставили вот сюда вот мне под рукой к сожалению нет но вот свечка это тоже как вариант пишите комментарии подписывайтесь на мой канал и до новых встреч всем пока пока удачи